Давление идет не только на весь народ, а идет теперь уже на журналистов, на общественных деятелей и на активистов. Это самый большой, самый настоящий беспредел. Я требую прекратить вот это все. Считаю, что данное дело было сфабриковано в политических целях. И надеемся, что данное дело будет отменено и справедливо восторжествует. Я считаю, что это давление в частности на Аблямита, а также на весь народ. Зиадинов Аблямит в тот момент 3-го числа, 3-го ноября находился у здания Крымского гарнизонного военного суда. Вел операторскую деятельность, так как он является журналистом интернет-издания Грани.ру. У него было редакционное задание. Соответственно, он находился в маске при соблюдении всех правил безопасности, которые необходимы в данной ситуации. Однако, в отношении него был составлен протокол. Аблямит заявлял при составлении протокола, чтобы сотрудники полиции обеспечили переводчика с крымско-татарского на русский и с русского на крымско-татарский. Переводчик также не был обеспечен. И наше заседание, получается, отложили до 20-го числа на 13-15. Продолжение следует...